Новости на канале СТВ, в студии Жан Кадеба. Здравствуйте. Александр Лукашенко открыл сегодня новые станции Минского метрополитена. Грушевка, Михалова и Петровщина продолжили московскую линию подземки и соединили юго-запад с центром города, а с учетом пересадки на вторую линию с юго-восточной промышленной зоной. Президент осмотрел станции, у каждой из них свой дизайн, в декоре использованы самые современные материалы, а при проектировании и строительстве воплощен ряд прогрессивных технических решений. Надо делать просто, доступно. И вот, пожалуйста, тоже недорогая вещь, но уже создает хорошее настроение. И эта фишка, как молодежь говорит, очень прилично смотрится все. А все остальное должно быть просто. Не надо здесь никаких излишеств. Подготовительные работы по строительству нового участка метро от станции Институт культуры до Петровщины начались в 2005 году. Длина его более 5 километров. За сутки здесь смогут проехать более 700 тысяч человек, а в перспективе цифра должна возрасти. Главе государства доложили о дальнейшем развитии Минского метрополитена. Уже в следующем году введут в строй станцию Малиновка в планах третьей линии от станции Юбилейная до Лошадской с шестью остановками и пересадочными узлами. Выйти на Грушевке, Михалово или Петровщине. Уже завтра жители столичного юго-запада смогут добраться домой гораздо быстрее. Три новых станции, синие линии Минского метро, это пять дополнительных километров пути и почти завершенная ветка. Одна из четырех на будущей карте столичной подземки. Самый скоростной вид городского транспорта, что он значит не только для столицы, но и для страны. Это наша тема дня. Я Катерина Круталевич. Здравствуйте. Перерезать красные ленты именно к 7 ноября. Это приятная процедура от строителей в Белоруссии, как ни банально это звучит, стала традиционной. Сегодня о подарке метростроевцев. Пушкинская автозаводская каменная горка у ручья. Первых пассажиров принимали именно в день празднования годовщины Октябрьской революции. За сутки до официального открытия. Разросшуюся ветку показали президенту и журналистам. То, что вы экономно сделали, это молодцы. Покрасили аккуратно бетон, покрасили, красиво смотрели, ничего лишнего нет. Именно так надо исправить. Дизайн станции со смыслом. Наверное, впервые у архитекторов получилось сделать каждой остановке свое лицо. Они у нас, в общем-то, по существующим на данный момент, ну, грубо говоря, деревням Грушевка, Михалова, Петровщина. Мы долго думали, мы просто не могли уцепиться, чтобы как-то так понятно расшифровать наименование станции. Поэтому приняли, в общем-то, такую тему природы, будем говорить так. То есть деревня, она понятна, она на том и стоит. Получилась осень, зима и неожиданно, но очень красиво звездное небо. Но даже это не отвлекает от цифр. Подземка остается самым дорогостоящим транспортным проектом страны. Стоимость строительства метрополитена в городе Минске, один километр, составляет порядка 50-55 миллионов долларов. Это накладно для казны, но, тем не менее, метрополитен самый лучший, комфортный транспорт для горожан. Он сегодня перевозит в сутки 800 тысяч пассажиров, что составляет порядка 35-36% от всех общегородских перевозок. Кстати, на вопрос, почему так долго? В 8 лет строились 3 новых станции. Если 40 лет назад за такое же время успели сдать линию из 8 остановок, у метростроевцев, конечно, есть ответ. По самым скромным прогнозам, жители Юго-Запада увеличат пассажиропоток в метро на 7%. Это значит, в день Минская подземка будет провозить почти миллион человек. Именно столько жителей требовалось Минску в 60-х годах, чтобы претендовать на само строительство метрополитена. Тогда столице не хватало около 100 тысяч человек. Учитывая, что за большую стройку боролись 10 городов Союза, было решено нужное количество будущих минчан привлечь из белорусских регионов. О том, как это умудрились сделать, до сих пор ходят легенды. Но решение приняли в пользу БССР. Первую сваю в 77-м году забили на станции метро Парк Челюскинцев, а через 7 лет сдали Московскую линию, состоящую из 8 станций. На этом все могло и закончиться. В Москве все-таки прознали про искусственный миллион Минска и всерьез стали задумываться о том, как бы законсервировать белорусскую стройку. Олимпиада, война в Афганистане и низкие цены на нефть источили союзный бюджет. Уже выкопанный в Минске тоннель хотели засыпать. Тогда Петр Кострома, один из первых строителей подземки, а сегодня известный фотограф, решился на отчаянный шаг. Их собрали все воедино, сделали альбомы и направили в Москву Совет Министров, Госплан Союза СССР и Министерство транспортного строительства СССР. Подготовили туда обоснованный материал, обоснованный, что если мы станем засыпать в проспект, то больше мы потеряем. Во-первых, потеряем то, что все, если закопать, сгниет. И то, что будет постоянно проседать проспект. Через дней 10 проходит из Москвы письмо, депеши, что разрешить и открыть финансирование. По словам Петра Михайловича, второй настоящий кризис Минское метро пережило в 90-е. В тяжелейшие для экономики годы некоторые станции хотели превратить в подземные гаражи. С деньгами плохо было, после развала, вы сами знаете, правда? И вот он нашел, чтобы сохранить этот коллектив. Это все заслуга Александра Говоревича. Поздняк тоже, что все собирались и кричали, запынить бы давниство Минского метро. И на станции Купаловска поставить, там же котлован был, вы же видели, поставить и сделать подземные гаражи. С утра метро спускаюсь я, там протекает честь подземная моя. Вперед лицом, назад спиной, я еду 9 остановок по прямой. Когда песня Валерия Сюткина выстрелила в песенных чартах СНГ, в Минском метро уже вовсю шла стройка второй линии. Она расползалась сначала в одну сторону до Пушкинской, затем в другую, до Автозаводской. Станции Могилевская, Спортивная, Кунцевщина, Каменная, Горка, Борисовский тракт и Уручье появились уже в 21 веке. Их строительство закончилось в 2007 году. Сегодня еще плюс 5 километров и 3 станции. В общей сложности две линии в 28 станций протянулись под мегаполисом на 35,5 километров. И вся эта железка, по сути, содержится за бюджетные деньги. Казна доплачивает за каждого пассажира. Содержание станционных сооружений всех метрополитена, содержание подвижного состава, техустройств метро, ну и заработная плата, конечно, всего персонала. В настоящее время себестоимость перевозки одного пассажира в метро составляет около 4 тысяч рублей белорусских. При стоимости проезда – 1700 рублей. Окупаемость по доходам, которые мы получаем от перевозки пассажиров, в настоящее время составляет 37%. Если сравнить мировые цены жетон, в белорусском метро стоит в 2-5, иногда в 7 раз дешевле, чем у соседей. Если у нас в пересчете это 15 евроцентов, то в России уже 69. В Франции – евро и 75. В Германии – почти 3 евро. Конкурировать с нами может только Украина. В Киевском метро, которое, кстати, считается самым неокупаемым в мире, жетон стоит 19 евроцентов. У нас в студии начальник Минского метрополитена Ростислав Юрьевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Ростислав Станиславович, открылись три новые станции. Они требуют затрат на содержание. Нет в планах поднять стоимость жетона? Такие планы есть, но мы не устанавливаем цену на проезд. Мы только предлагаем и устанавливаются решениями с полкома. По согласованию с Министерством финансов. Но предложение существует? Да, существует. Я знаю, что планируется до 2000 на метрополитен поднять цену на одну поездку. А вообще окупаемость метро, окупаемость нашего строительства? Последняя цифра была 56%. Мы зарабатываем от тех средств, которые вкладываются в метрополитен. Я имею в виду содержание метрополитена. Пересадочная станция, в частности, Октябрьская. В часы пик сейчас на них столпотворение. Средопоток увеличивается. Как Вы будете с этим справляться? Планируется как раз еще два пересадочных узла открыть. Это станция Юбилейная в районе со станции Фрунзенской. Пересадочный узел. И танция Вокзальная с площади Ленина. Вот, два пересадочных узла, и когда они появятся, мы надеемся, что пассажиропоток по станции Октябрьская пойдет. Ну, там действительно в часы пик, так плотно происходит. Скажите, вот интересно с точки зрения пассажира, а почему все четыре эскалатора не работают? Мы внесли изменения. Сейчас, если не работает, то один эскалатор на спуск. А на подъем работают всегда два эскалатора. А часто у нас, в принципе, бывают такие несчастные случаи падения в метро? Вы знаете, что вот в этом году 12 случаев. Ростислав Станиславович, подводя итог, на Ваш взгляд, что еще нужно, например, поменять в Минском метро, и что у нас уже находится на таком уровне, что мы можем служить с талоном? Пути надо наши эти самые развивать по других технологиях, укладку путей для того, чтобы шума больше не было. Много чего. Щит проходческий надо для метростроителей, чтобы быстрее пропали. А в чем мы эталон? В чем мы хороши? У нас действительно чисто и аккуратно. И когда утром я захожу, я живу на Бельского, на станцию спортивную. Мне очень приятно утром, когда. Ну, не вечером, там за день, конечно, за ногами много чего. Хотя мы стараемся и днем убирать. Чистое метро. Но, еще раз говорю, нет предела совершенства. Чистота, конечно, приятна всем пассажирам. Спасибо Вам за беседу. У нас в гостях был начальник Минского метрополитена Ростислав Юриня. Если посмотреть на будущую карту Минского метро, линий будет вдвое больше. Четыре. Третья линия протяженностью в 17 километров соединит Зеленый Лук и Курасовщину. Четвертая, еще 18 километров подземной дороги, пройдет полукольцом по северной части города и через промышленную зону вдоль улицы Долгобродской к микрорайону Чужовка. Итого, 70 километров скоростного движения под землей. Это, конечно, далеко от масштабов Пекина или Лондона, где протяженность метро составляет 561 и 408 километров. Кстати, лондонская подземка старейшая в мире. 1861 год. Россия только отменила крепостное право, а британцы уже открыли две метростанции. Следующими были французы. Парижское метро начало работать в 1900 году. Это, по признанию путешественников, самая запутанная подземка в мире. Разобраться в карте станций сможет даже не каждый француз. И вот тут, казалось бы, Минское метро – пример простоты. Студенты Иньяза сегодня провели необычные эксперименты, убедились в обратном. И мы проверим, сможет ли иностранец прочитать предложенную транслитерацию. Ни один из иностранцев так и не смог прочитать название станции, несмотря на надписи латиницы, особенно окончание. Так что для туристов в Минском метро кое-что нужно подкорректировать. Но это уже другая тема дня. Всего хорошего.